Расширить льготы для семей с детьми-инвалидами предлагает местное отделение партии «Единая Россия». Сегодня эту инициативу рассматривали на внутрепартийном брифинге. Пандусы, бордюры – парковочные места для инвалидов. Их обустраивают по партийному проекту «Единая страна. Доступная среда». За последние пять лет на эти цели выделено более полумиллиарда рублей. Оборудовано 85 социальных объектов. Работу в этом направлении единороссы продолжают. Предложения поступают от самих семей. Очень часто родители возят в садик, который находится на другом конце города. Как я езжу в 8 километров в одну сторону, в 8 километров в другую. То есть у нас садик уходит в удаление от дома, не рядом с домом. Кружки находятся еще в другом конце города. И поэтому для нас семейный бюджет очень много средств. Кратится, но все это во благо ребенка. Постоянные поездки по городу на учебу, в больницу или реабилитацию. Так живут более 4,5 тысяч семей. У них не очень большой достаток. Так что освобождение от транспортного налога существенно сэкономит семейный бюджет. Мы поняли, что все-таки надо поддержать. Именно освободить от налога на транспортное средство полностью семьи, которые имеют детей инвалидов. Суммы просчитываются. Одобрение правительства и лично Михаила Васильевича есть. Фракция Единой России в Государственном Совете готова внести это буквально на следующую сессию, которая у нас порядка 20 декабря, по-моему, планируется. Подсчитано, что автомобили имеют более половины семей воспитывающих детей инвалидов. Таким образом, новый законопроект может помочь более 2000 семей.